Дай почитать. Он видит в слове писатель два занятия, которые внешне схожи, но по сути противоположны. Разница эта наметилась явственно уже лет сто со времен Кавки, Джойса и Пруста, когда художественная литература разделилась на прозу с большой буквы и прозу с маленькой, другими словами, билетристику. Проза заглавной буквы занимается чистым искусством, то есть поиском новых форм, пытается создать литературу, какой еще не было. И именно настоящие писатели занимаются этим, и им нет дела до славы читающей публики. Они живут в вечности и открывают новые литературные горизонты. Им чаще всего, а не билетристам, ставят памятники. Акунин честен. Его книга не для настоящих писателей, она для билетристов. Себя он причисляет и к тем, и другим. Его удивляет тот факт, что не все люди хотят быть писателями. Ведь это так здорово. Кроме Господа нет над тобой начальства. Ты свободен абсолютно. И только собственная фантазия ограничивает тебя. Рано вставать не надо. Да и помирать не так обидно. Твои книжки останутся в библиотеках и на полках. Они продолжат разговаривать с людьми. И ты продолжишь жить после жизни, шелестя страницами. Есть и свои минусы в этой профессии. Например, очень сложно впервые опубликовать свою книгу. Много сомнений в собственных силах ожидает будущего писателя. Книга состоит из так называемых уроков. Первая часть теоретическая, в которой обозначается исследуемый предмет. Вторая – фактический материал. Он весь о русских людях, которые в разные эпохи жили или ненадолго оказались в Англии. В третьей части он попросит написать новеллу по определенным параметрам, основанную на событиях им рассказанных. Четвертая часть – это новелла, написанная самим Акуниным. А пятая часть – он объясняет, почему именно так им написано. Что ж, дорогие слушатели, все в писателе 16+. Это и многие другие книги. Вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!